хорошего и пламенный привет у нас еще видите пока все не растаяло до конца но сегодня днем уже обещают 11 и до 15 а сегодня у нас выходной день и мы решили с мамой съездить в магазин светофор очень много я смотрел обзоров на этот магазин различные бытуют мнения вот смотрел у лены жемчуговой у лёхи хомякова в москве у нас в питере но у нас в питере не так много таких магазинов у нас здесь неподалеку есть но как сказать неподалеку на другом берегу ехать туда можно на автобусе поэтому мы приняли решение что сегодня съедем и посмотрим хотя меня папа сегодня пытался ну уговаривал сходить в гараж но там сейчас делать нечего потому что во первых там еще не все просохло во вторых у нас нет не необходимых запчастей для того чтобы что-то делать нету бензина то есть ничего нету и сейчас принципе там делать нечего абсолютно надо чтобы все полностью растаяло просохло и тогда уже полностью заниматься этими машинами так вот съездим посмотрим что за магазин такой светофор и соответственно посмотрим какие там продукты какие цены вот но люди пишут что эти продукты вообще нельзя употреблять пищу они все поддельные в общем мы не знаю я не знаю что там вообще за продукты что это такое мне кажется что это типа магазин народный а может быть и нет но в общем не будем гадать поедем когда я вам там постараюсь поснимать показать какие есть цены какие продукты может быть что-то приобретем но люди пишут что они приобретают там химию потому что химия очень дешевая хоска химия для тех кто не в курсе хоска и химия это хостовары это у нас на сленге продавцов и мерчендайзеров так называется отдел где продают химические и хозяйственные товары называется это хоска вот мы пойдем посмотрим что есть в хоске и посмотрим какие есть ценники и что вообще продают из продуктов птички поют и на улице уже так тепло вот уже чувствуется реальная весна единственное уже побыстрее бы все растаяло вот это вот все и уже было бы тогда хорошо чтобы все высохло и было нормально ну вот а мы правля отправляемся с вами магазин светофор посмотрим что там есть вот короче мы вышли с остановки и сразу магазин светофором видите написано а это вот кольцо маршрута по которым я работал вот здесь было кольцо то есть к пяти часам утра я вот сюда уже приезжал здесь стоял вот а бывали по четыре часа простое мы здесь увидите какой дом отгрохали здорово я в мужика возил у у него представляете в этом доме было куплено три квартиры 3 и а вон там счет между счетом два дома построили же не было да там кладбище еврейская а это дом красота а вон народ идет на он тоже туда же сейчас придем посмотрим что там есть вот так вот все это выглядит смотрите чё по ценам буду медленно а там тоже не туда тележек значит надо на обратный тележек не туда так вот какие-то дезодоранты порошки слушайте а вот действительно я смотрю на товары на вот допустим пятновый водитель а я такого даже нигде не видел мистер мистер дес какой-то я такого даже никогда не видел вот мыло смотрите мыло детское с кремом я такого тоже не видел вот анти накипим еще сколько он стоит 44 ультравлажняющий крем для рук шампунь вот раз это что попал палки что ли эти и чуть такое коврик матрас мангал а палки для скандинавской ходьбы кому надо 500 рублей прожектор на солнечных батареях где он это весы а не хватает тележек ну ладно он печка электрическая сатурн сколько она стоит нету ценников печка а вот светильник уличный но это не о чем пустой что нету на не тут что да вот смотрите вот даже вот это вот смотрите капля вот это что такое такого никогда не видел это же вот она это ой средства 52 рубля средства так что вот это тоже какой-то что это в с 10 в 1 паста колгейт а я не знаю тут не написано посмотрим паста чья производитель так сейчас посмотрим кто производитель здесь дети что-то я не не могу понять а вот изготовить чина на китайская ну так тут какие-то порошки порошки канистры о краска эмаль 104 рубля пожалуйста желтая эмаль по цвет а нет антифриз 297 и такого от масла масло полусинтетическое сиболь я такого вообще не знаю масло вот хрен его знает до ночью краски не купить нигде что ли да на них успе в обычном магазине в лиром или не такая же вот тоже вот такое масло я бы не рекомендовал заливать потому что неизвестно вообще все она сделана так это у нас что а это у нас это сетка на дачу как она называется то я забыл зеленый лук какой-то она как-то по-другому называлась тасол сибирь но то еще можно купить так там холодильная камера я туда даже не пойду масло моторные 410 но не разные есть а это что паста для очистки рук огнетушитель 104 рубля огнетушитель что за огнетушитель но вот огнетушитель тяжелый какой зараза но вот огнетушитель можно для машины купить так чисто положить например на продажу за 100 рублей это кошачий корм здесь что нарушать индивидуальческого запрещено так слушайте но мясное что-то как-то вы знаете ребята мясное мне не нравится она какого-то все такое невзрачное основа пицца вот тоже основу для пиццы 46 рублей где она здесь и здесь нет то есть вот с ценниками полный бедуан тут все все непонятно где чего и как вообще так бедро вот я не знаю потом поставите на паузу посмотрите где то что стоит морской коктейль про него вообще никакой информации нет сколько это стоит внизу тоже ценников нет непонятно так что вот а вот основа для пиццы они ценник не добавить или так вот 40 чем-то рублей круассаны с шоколадом холодильнике лежат тесто 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 ничего там хорошего нашла в принципе то особо не чувствуете круассаны не знаю а пойдем там обойдем по кругу посмотрим по кругу куда тут сок фрута не они 21 рублей но обязательно надо на дата смотреть потому что дата бывают не свежие ну в общем вот так вот все под коробки коробки вареная сгущенка джем джем это че отсюда очередь на кассу что они думают арахисы всякие в общем ничего интересного пока ребята ничего интересного вино какое-то вино пиво три медведя энергетический напиток turbo вино но тоже ценники вот сок 12 рублей лейфрут а нет это не то это вот этот собственно 12 рублей а это не знаю сколько разный он чипсы тут какие-то есть на томе чипсы в общем все вот видите в каких-то коробках 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 одни сплошные коробки туалетная бумага на ценник нету ценника 50 рублей это что тоже фильтр кувшин чё-то все какие-то коробки коробки освежитель воздуха здесь ароматов что-то хранит какой-то у них тут сумасшедший стоит очередь и в этой он ведь откуда очередь а это еще середина магазина то есть получается тут надо чтобы очереди стоять это надо часа три потратить не 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 ребята нет 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 так ну в общем как вошли так оттуда мы и вышли во-первых самое главное до хрена народу просто очередь там я не знаю часа наверное ну полтора ты точно простоишь во вторых беда с ценниками вообще непонятно где 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 что вообще ценник товар вообще не совпадает плюс товары таких товаров в обычных магазинах нету то есть как бы они похожи на повседневные товары до который создается например в тех же пятерочках но здесь соответственно такого нету есть какие-то другие товары что ценники надо смотреть на сроки годности ну и в общем короче вот не знаю мне не понравилось ребята как вот это даже хуже еще чем хуже чем магазин народа даже не две кассы как бы сами вот продукты ничего хорошего такого чтобы специально сюда поехать нет хотите если у вас поблизости езжайте а так нет не нравится я оставлю эту магазину вот пройдем в общем мы решили погода сегодня у нас солнечная прям вообще сейчас еще 15 градусов обещает пройдем посмотрим по местам где у меня мама жила папа вот там какой как-то мы проезжали я вам показывал где запорожец у них стоят здесь пройдем короче посмотрим погубу прогуляемся посмотрим что тут есть надо же получить какой-то плюс от похода в этот магазин вот еще раз показывал эти кто-то санкт-петербурга вот здесь называется проспект александровской фирмы вот там магазин светофор вот поэтому если хотите пожалуйста можно приехать вот а здесь мы были с другом здесь школа была моим практику когда проходили мы сюда вот в этих дворах здесь были я еще помню первый раз увидел шел парень а у него была нарушена речь и он говорил через какой-то у него вставлен был какой-то аппарат и он через него говорил страшно кстати было ну вот у него да что такое было так что вот сейчас пройдем посмотрим птички поют хорошо он там видите сколько кошек греются их там видимо подкармливают котят но у нас вот кстати котят меньше стало у нас кошатница съехала а здесь да такие кормят им тепло греются под домом конечно так ну вот а там то какие то но мы на улицу просто на эту вышли вот там железнодорожные тут ну железная дорога вот такие вот пятиэтажечки стоят сортировка там мост сортировочный кстати вот здесь люди живут и постоянно здесь вот слышно как по ночам там поезда ходят как говорят то есть в принципе если как бы была бы возможность может быть они бы так и остались здесь жить ну там коммуналка было если подать можно было бы выкупить а можем могли бы вот тут жить тут цать прикольный я не скажу понимать ну да здесь прикольный да так вы если что можно было повторить то есть как бы нет такого вот отвращения как вот те дома когда показывали вот где где им предлагали квартиру где отмещать живем и где вот нам предлагали тогда ну я еще меня как бы не был там не интересно здесь прикольно прикольно а я раньше здесь бывало отстаивался когда у меня ну там такси едешь день встанешь тихо спокойно можно перекусить чем там дорога все нормально прикольно такие пятиэтажечки тепло хорошо а здесь как у нас тоже вот этот кармашек такой дед где у меня папа тут у меня запорожец был у него запорож первый вот потом на этом запорожец они приехали уже где мы сейчас живем шаланды здесь свои стайл фуры на чем ездил тут все парковал капусты соседа кстати такая история была у соседей мне нравилось что здесь стоял тогда же машин таких не было как сейчас количество такого огромного и папа приезжал стоял шалан такую камаз ну а потому что понимаете утром надо завести это шум это дым там все видимо не нравилось а он вечером приезжал у нее полная шаланда была как есть песня шаланда полный кефали а у него была желанда полная капусты там моркови и горит они жили на втором этаже вот так вот квартиру ну там потом пойдем покажу и только ночью видят что-то шебуршиние такое выходит а там соседи потихоньку тырят капусту морковку ну деду как бы пофиг раньше как бы не не там не проверяли особо и потом они не стали ничего говорить ну паркусь паркусь зато весь дом был в капусте морковки смешно было да а спасибо даже вот видите еще сказать увидите тут раньше видимо было заход заход в подъезда вот папа у нас снабжал весь дом капусту вороны как сейчас там дойдем фиолетовым каким вы красили ничего себе ну вот дом вот дом вот этот вот в этом да вы жили только там самом конце вот видите как вид на дорогу можно сиди смотри на дорогу ну знаете тоже поначалу вроде прикольно а потом вроде некоторым под надоедает я тоже думал раньше вот дома на юго-западе где рядом с ну аэропортом аэровокзал вот этот потому что самолеты о круто а был у знакомых как-то несколько лет назад они жили по моему на 13-14 тоже и такой шум аж стенки трясутся как будто я первый раз ты не понял это у нас так самолет представить с 5 утра начинают тоже знаете особо не прикольно здесь видите движение в дворе да можно и туда и сюда он ведь что-то выращивать тут о смотри какие окна красивые деревянные под пластик пластик под дерево красиво а вот она у них же этой на на их и есть сути потому что так вот те два окна вот на втором этаже белые которые я надеюсь там из окна никто не будет смотреть вот пос вот эти два вот здесь у меня жили родители вот вот здесь вот эти вот в этих двух а тюль ну тут наверное уже скорее всего наверно другие живут я думаю что сколько уже лет то прошло а вот короче говоря те жильцы которые жили в нашей квартире где мы сейчас живем они переехали вот сюда то есть нашего дома не ста а наши наоборот туда то есть такой change вот так вот видите сейчас во двор зайдем посмотрим и вот видите как то есть получается это была коммунальная квартира вот у мамы суда два окна выходила а у ее соседки туда а вот как раз фиолетовый дом посмотрим поближе слушайте какой цвета ничего себе но видно что давно крашеный потому что уже видеть оболезает краска а сейчас наверно может какой-нибудь детский сад здесь или что здесь о как тут сколько всего мама дорогая игрушки какие-то а вот это тоже два окна вот эти да получается открытый понятно вот видите как а сколько там комнат получается трехкомнатная там по-моему кто-то ну да нет но тут наверно уже наверно продали и уже кто-то новый выкупил смотрите какую сделали да видно тут же смотрите какие медведи прямо тут сделано до медведи лестница 7 6 7 6 квартиры увидите как-то качельки сделаны ну вот сейчас мама тут ходит по фотографирует по вспоминает вот ну в принципе да здесь взоровская было жить можно было в принципе остаться здесь жить но здесь произошли ребята трагические обстоятельства которых я не буду вам рассказывать это мамина тайна и тайна моего брата поэтому но это ужасно ужасный случай произошел вот поэтому соответственно они и уехали отсюда так что вот да ну да такой он тоже видите нарисован леопольд там тоже что-то нарисован тут все все нарисовано ну тут видимо ремонт а наша а так ребята здесь же еще здесь еще же моя бабушка же была тоже вот представляете здесь бабушка еще сидела бабушки уже нет давно не было нет но новый конечно же так что видите как тут все вот так вот вспоминание вот из бутылочек видите сделано так что ребята вот так вот такой вот дворик немецкий давал есть вот там если люди жил будут я не знаю сколько там квартир на на дно на том числе а здесь ведь оставили вот вот это уже дома которые приобрели сети вот это вообще недавно видно сделано но там что-то написано может это же не дом скорее всего что-то там какой-то на топчет и красная табличка на какой-то комитет чего-нибудь а это же он тут скоро а тут больничка поликлиника а мы когда нет а ну да взрослого потому что мы в колледже когда учились у нас здесь наши карточки были мы приезжали сюда забирать когда уже выпускались что вот видите какие домики тут ну да а вот в этом здании мы ходили в ресторан несколько раз нашей группы отмечали на первом этаже там был не знаю сейчас остался нет это было в семнадцатом году так что в легенда называлась вот там тут дети играют в площадке ну нормально там алкаши собираются как всегда по традиции дворов местных что вот так вот бульвар вот этот напротив который у нас там у дворах был колледж которым я учился мы сюда ходили на субботники и на физкультуру тоже тут бегали убирали потом тут все да тут было целиком бегали тоже не вот не застроили ничего то есть все нормально все в порядке тоже видите пятиэтажки тут такие подзачуханные да их надо конечно уже тут приводить в порядок да и ничего не происходит тому месту где у меня два года два или три года назад произошла самая серьезная авария которая была 3 17 18 году было в общем вот ночью я ехал по этой улице по бульвару на шкоде никого не было высадил пассажирку как раз у меня заказ был значит еду в сторону владарского моста вот так вот здесь вот ну 60 километров на мне больше и вот этот вот выезд со двора и прямо мне наперевес выскакивают парни на жигулях а их там было внутри человек 7 наверное они просто у них не света нет ничего а здесь было все заставлено машинами но потому что ночью было я просто не увидел и начал когда уже соответственно тормозить я понял что я не успеваю и прямо въезжаем дверь в крыло там все это у меня подушка срабатывает там сидела я ударяясь головой ногами и они вот эти парни бегут и вот туда вот в ту сторону в рассыпную все я понимаю что я остаюсь один и тачка я понимаю что она либо украдена либо что-то там ну где-то чего-то правда потом они конечно вернулись но стояла здесь очень долго и самое интересное что проезжали мимо люди практически каждый остановился и спрашивал нужна ли вам помощь вы видите как вот отсюда прямо не выскочили мне вот прям вот на этом месте вот здесь вот и было вот так я их даже я даже не успел ничего сделать не тихо не они купили но на себя не оформили у нее не прав ничего не так что мы такие дела и там где-то они же ленин владарск они это-то не ленин это это счета из ваш это ленин то это владарский а ленин с той стороны где-то там ленин а здесь владарский вот этот мост имени его он трамвайчик ходит почему тут гуляли гуляли и дошли прямо до моста и сейчас по нему и пойдем а там он видите такие голубые дома это уже наш район это вот видно же к юность вот это вот то что вот у нас там где-то это левый берег и право район один то есть район один а это все но в этом и да вот так где мы шли был у меня видео где эти львы были это туда если вы примуете это в обратную сторону сейчас поднимемся по мосту то моста вам покажу что там лед идет нет еще на на нет скоро пойдет лед сладожского и будет опять похолодание и потом уже корюшка пойдет услышит услышите вы вон посмотрите по берегу лед уже пошел там еще лед не растаявший а здесь уже лед пошел а потом пойдет еще лед сладожского озера идешь по мосту а мост качается видите как красотища сейчас он сам будет за куточек туда зайдем я вам там покажу да и нас фотографирую что-нибудь видите как речка бежит поиску следа него лед 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 видите вон там подушку кто-то выбросил а там он у нас вон театр буф раньше была сейчас мастерская вот такая вот красота сейчас я сфотографирую и пойдем дальше у нас здесь вот мимо шли а здесь у них такие правила в общем очередь с улицы мы зашли и стоит такой мальчик нажимаем такой а вы туда я беру в макдональдс а у нас вышло не знаете что очередь с улицы и беды керас вообще такое вам здесь или с собой я буду я еще не знаю может здесь выдал маску где-то перчатки значит данном номер 59 сказал сделайте заказ и вам на нее на этот номер принесут игра как они узнают ну не знаю в общем короче бред как вот там вот эти перчатки не понимаю зачем они нужны я гала кушать что тоже маски надо не это зачем был он тут сидит без нас щек это на слишком такой прямо нечисто не знаю но смог дать и проще которую нас у метро там попроще на нас сейчас просто хотим попить посидеть отдохнуть и потом уже пойдем и и и а